Друзья, всех приветствую на канале MyChoose. Всем привет, благодарю. Для начала хочу сказать слова благодарности всем, кто сделал движ, активность, проявил под моими видео. В полноразмерных наушниках FT1 от FIO и Sennheiser HD800S. Конечно же, я желаю вам еще набраться терпения, найти время посмотреть обзор на HD800S. Кто этого не сделал, очень много полезной информации, полезных нужных ответов для себя там найдете. Большой, серьезный труд я там проделал, поэтому всем спасибо, кто посмотрел и всем спасибо, кто еще уделит этому время. Еще небольшая обратная связь мне от вас нужна. Пишут уже неоднократно под моими видео, что фоновый шум, в общем, плохое качество звука. Дайте сегодня обратную связь, поскольку я там достал свой старый микрофон, он с разъемом 3.5, а так как в новом телефоне разъема 3.5 нет, я так как бы сообразил, идея пришла подключить этот микрофон через ЦАП. Через ЦАП просто у меня под рукой лежал от IntoAura. Попробуем сегодня дать обратную связь, насколько хорошо слышно или в целом, ну в целом хорошо или насколько лучше, чем в предыдущих роликах. Благодарю вас. Сегодня у нас речь пойдет о гибридной модели наушников Афул Эксплорер. Исследователь. Из магазина Hi-Fi Go Store прибыли эти наушники, за что магазину большая благодарность. Это вторая модель наушников от компании Афул. И вы знаете, интересно наблюдать за изделиями компания. Очень не глупый тюнинг. Своеобразный, вкусовой, конечно же. Естественно, но очень неплохой. Со своим видением звука. Конечно, хотелось бы мне теперь дальше двигаться по продуктам компании Афул. Перформеры, там 5, 9, по-моему, есть или 7, я уже не помню. В общем, а может, эти идеи есть. Так, только обрывками информацию знаю, но это было бы интересно. Первые были Афул Magic One. Я высоко оценил данную модель. Отличная модель. Очень интересная. С хорошим результатом, конечным по звуку. В общем, кто не обратил внимания или не знает, что такое Афул Magic One, посмотрите наш обзор на MyChoose. Наушники, внимание, стоят. Да, и как по мне, даже стоят больше внимания, чем герой сегодняшнего обзора. Уже не помню цены в их категории. Сколько там Афул Magic One стоит, по-моему, подороже. А вот Афул Эксплорер стоит 100 долларов. Плюс-минус актуальную цену вы найдете по ссылке в описании. В общем, сегодня поговорим о них. Для начала, комплект поставки. Ну, коробочка. Коробочка, как обычно, коробочка. Внутри мы находим кейс. Очень классный, такой прикольный кейс. Тоже со своим, как бы, колоритом или как со своей тактильностью. Такой несколько отличающийся от кожзамаль, дермантина у других производителей. В общем, и цвет такой, и матовая поверхность приятная. В общем, тоже начинается расплаковка с некоторого такого вот изюма в виде приятного кейса. Кейса. Вроде мелочь, а вот для меня это было приятно. Конечно же, сразу открываются взгляды сами наушники героя обзора в синем цвете с прикольными такими надписями. Афул Эксплорер на фейсплейтах очень красивый глубокий цвет, переливы. В общем, классно. Очень, с точки зрения эстетики, они классно сделаны. С точки зрения эргономики, тоже все великолепно. Классная анатомическая посадка. Я без амбушюр их вставил. Я даже забыл, что сейчас на наушниках нахожусь. Вот. Очень классно все здесь сделано. Двухпиновые разъемы соединения и заушины сделаны очень правильно. Ну, немножко углы, не те. Вот. Но все очень терпимо. На притирке с амбушюрой все, в принципе, садится неплохо. Хотя, всегда я отдаю в данных ситуациях предпочтение соединению MMCX. Потому что там никогда не бывает практически заморочек с заушинами. Просто из-за того, что еще в одной плоскости есть свобода, позволяет усадить это более удобно в наушники. Но, тем не менее, в Aful Explorer здесь все более-менее порядок. Ну, кабель штатный, я не знаю, что им сказать. Я на другом кабеле тестировал. Он балансный, комплектный кабель достаточно хорошего сечения коаксиальной конструкции. Выводов о кабеле у меня нет. Просто базовый, комплектный кабель. Кому-то его будет достаточно. Кто-то поэкспериментирует с кабелем. Я этого не делал. Тут у меня свои заморочки, свой бзик. Потому что, когда есть демпфер, есть сложный кроссовер у наушников. В общем, есть сложность реакции на кабель, на мой взгляд. То есть, есть электрические препятствия на пути сигнала, есть механические препятствия на пути сигнала. Соответственно, и влияние кабеля, оно будет минимальным. Мы все равно будем слышать фундаментально почерк данного образца. Именно наушников. Хочу отметить еще отдельно набор комплектных амбушюр. Вообще, подбор амбушюр это всегда очень важно, критично. Но Full Explorer как-то нам прощает это или как-то дает большую гибкость при выборе амбушюр. Я выписал себе BQZ серые, EPZ M100, силиконки очень классно подошли, или Lactex, даже не знаю, с чего не сделано. В общем, EPZ M100 классно сюда подошли. И Spiral Dot FX11. Очень здорово. Я на этих амбушюрах экспериментировал. Несколько кругов прогонял, так и не понял, какие лучше. С каждой парой было все очень хорошо. Ну, как бы показывали наушники хороший результат. Потом все же я проверил штатные амбушюры. Они сюда подходят ничем не хуже, чем обозначенные мною отдельно купленные амбушюры. Поэтому, если хотите сэкономить, в принципе, можно быть довольным удовлетворенным базовым штатным комплектом Афул и Эксплорер. Прекрасно. Что же скажем мы о звуке? О звуке я вам скажу, что я себе написал Афул Эксплорер и сразу же первое предложение у меня написано «Безопасный тюнинг». Да, это 100% безопасный, комфортный тюнинг звука. Очень комфортно звучал. Мелко, плюшево. Образ невелик, да. Образ небольшой, еще и так все сглажено, смягчено. По-другому не скажешь. Звук комфортный, даже как бы игрушечно-плюшевый. Слабый динамический диапазон. Да, диапазон слабоват, в принципе, с прогревом. Оно немножко так выравнивается. Если это все даже без прогрева, вы видите, что звуководы, они полностью открыты. Нет никаких решеток, там тряпок, пластин никаких. Все три звуковода они на виду. Кстати, нет никакого зацепа на звуководе, никакого бортика. Ну, ни разу не спадали амбушюры. Все, ну, цепкость была хороша. Может быть, со временем амбушюра будет растягиваться и спадать. Но ни разу с такой проблемой не столкнулся. И мы видим, что два звуковода у нас открыты, во всяком случае, ну, в видимой области. Один звуковод закрыт демпфером. Из коробки то вот сразу слышно, что на некоторой частоте прям все хорошо прозрачно, а некоторые, некоторая мутность. Поэтому с прогревом оно все выровнялось, нет явных стыков, каких-то слышимых неровностей, неравномерностей. Очень четко так звучат наушники комфортно, ровно, плюшево-сглажено, динамический диапазон слабоват, образ невелик. Особенно, вы понимаете, как динамический диапазон воспринимается, если наушник рисует большой образ и динамический диапазон хоть и невелик, но на фоне вот большой картинки воспринимается это уже более взросло. В данном случае при таком, ну, хорошо, натянуто среднем размере образа и небольшом динамическом диапазоне это воспринимается несколько так по-детски игрушечно-плюшево, как я сказал неоднократно. Вот. Атаки очень сглажены. Вот. Это просто как факт. Это недостоинство, это недостаток кому-то наоборот нравится сглаженная комфортная подача, кому-то показывай максимальную реалистичность звукового полотна. А тут уже у каждого свой будет выбор. Но атаки очень-очень сглажены. Глухо? Глухо. Да, все-таки они и не темные, и не сказать, что прям глухое дупло, ну, глуховато подача материала. Масштаба, размаха нет. Вот это впечатление от звука данных наушников. И вроде бы все так, как будто не стоит внимания, как будто все плохо, хотя спокойно так подано. Да, я это подаю в позитивном ключе, потому что ну, а фул, у них свой взгляд такой на звуковое спроизведение. Несмотря на это все, звук гармонично звучит. Вот, несмотря на все эти компромиссы, недостатки, которые для кого-то могут быть и положительным моментом, кто долго слушает наушники, по много времени проводит. И надо просто фоново слушать без исчерба своему комфорту. И вот, вот эта гармония, она и подкупает. Как инженерам компании удалось это сделать, я не знаю, вы можете посмотреть в описании на странице товара. У них там есть как бы математическая схема, ну, схемотехника своего кроссовера, фотографии представлены. В общем, у них там свой подход к организации сшивки драйверов. И это дает результат. Это дает результат. Я даже не знаю, зачем они налепили такую сложную элементную базу на Афул Мэджик Ван на Дин Драйвер. Блин, ну результат есть, результат вопреки. Я написал тогда, откуда звук, его как будто бы там быть не может, а он там есть. Вот. Так же и здесь в Афул Эксплоро. И после всего, что я вот это написал, я как итог подвел. Ротинг Христ в этих наушниках слушаешь, словно Таню Буланову. Вот этим предложением всем должно быть понятно, вот включите Ротинг Христ на любых своих наушниках, и можете понимать насколько комфортно плюшево-мягко звучат Афул и сглаженно, если ты слушаешь как вообще там какую-то легкую плаксивую попсу. Вот. Ну как-то так, но тем не менее комфортно, да. И тут у меня но с тремя восприцательными знаками. Но. Приучили они меня к себе. Вот и все. Я написал, приучили они меня к себе. Да, действительно, ты в этих наушниках некоторое время проводишь, ты адаптируешься, мозг, сознание, восприятие адаптируется. Из-за того, что весь материал подается ровно, спокойно, комфортно, достаточно информативно. Ты привыкаешь и принимаешь этот звук как один из. Один из вариантов. Поэтому тут, я не знаю, я не могу говорить, что эти наушники подойдут многим, но если у вас там базовый набор аксессуаров, вы слушаете с телефона, или у вас там среднего качества оборудования, либо вот у вас вкусы такие к такому звуку, то вполне могу рекомендовать данную модель для покупки. Да, однозначно, ни как основные, ни как аудиофильские, абсолютно нет. Я даже могу тут провести параллель с Sound Dream SR5. Вот посмотрите, тоже мой обзор, они очень фановые, очень вкусовые, SR5, но вдалеке аудиофилии. Как я говорил, есть мониторный звук, который, блин, для работы, он неинтересен, он бездушен, он просто неинтересен, безэмоционален. Есть живой, достоверный звук, а есть окрашенный, или притемненный, или, ну, в общем, недосказанный, но приготовленный по особому вкусу, для особого гурмана, скажем так. Поэтому Афулл Эксплорер вот в эту категорию попадает, так же, как и SR5 Sound Dream. Если мы уже говорим о сравнениях, то, конечно же, я скажу, что Sound Dream очень схожи по подаче, по комфортной, но Sound Dream будут взрослей по звуку, там все крупней, они звучат на фоне комфорта, они звучат еще и эмоционально. То с Афулл Эксплорер выжать эмоции у меня получилось лишь в одной песне, наверное, Rockset, Queen of Rain, и то, потому что я 106 лет не слышал эту композицию, и нахлынула ностальгия по временам, когда трава была зеленее, наверное, из-за этого. А так просто, как бы комфортно получал информацию. Еще вам скажу, что, например, в этой ценовой категории есть такие наушники, как Truss и Nova, которые тоже подают информацию, звуковое полотно, ровно, безэмоционально, но очень точно. И новую я поставлю тоже классом повыше, чем Эксплорер. Они прозрачнее, они информативнее, они крупнее, в общем, они просто все, ну как бы, удвоено, скажем так, по восприятию относительно Эксплорера. Ну или не удвоено, но несколько выше. Несколько выше. Поэтому Nova, на мой взгляд, будет классом повыше. Есть еще, смотрите, если мы коснулись темы гибридов, есть еще у нас компания EPZ, которую вы, друзья мои, обходите зря стороной. У меня есть обзор недавний на EPZ-K1 и на EPZ-320. Одна гибридная модель, другая полностью арматурна. Я рекомендую посмотреть, я рекомендую вообще обратить внимание, я буду просто по своей инициативе стараться сейчас вставлять информацию по продуктам компании EPZ, потому что это действительно продукты, которые очень качественные, как бы достойны внимания, достойны принятия, но почему-то просмотров нет. А вот на Full Explorer сегодня, я уверен, что люди зайдут и будут покупать в гораздо большем количестве, но получать несколько не тот результат, который могут дать, например, наушники компании EPZ, начиная с K1, которые стоят там 40 долларов, K5 и 320. Да, они там тоже некоторые модели нишевые, жанрово ориентированные, но они эту функцию выполняют очень качественно и уверенно. То есть там есть какая-то конкретика в настройке наушников. Вот так вот. Поэтому вот такие моменты хочу для вас обозначить. Ну и SR5, да, Sound Dream, я сказал, тоже мне с похожей комфортной настройкой звуковой подачи, мне Sound Dream SR5 понравились больше. Но тем не менее, я считаю, что Aful Explorer, подводя итог, очень удачная модель наушника, которая будет, скорее всего, популярна ввиду своей более-менее доступной цены. Они красивые, они хорошо сидят в ушах, у них отличная комплектация, отличные наборы амбушюр, посадка и такой общедоступный, комфортный рисунок подачи музыки, которую они демонстрируют. Это многим придется по душе. Особенно, еще раз подчеркну, конечно же, на фоне ЦАПов, ЦАПа-усилителей, которые сейчас доступны на рынке, которые бескелесные, которые сушат звук, которые укорачивают звук, которые орут, жестят, то такие наушники, Афул Эксплорер будут даже палочкой, выручалочкой в таких вот связках, в комбинациях. Всем спасибо за просмотр, друзья мои, такое вот мнение Афул Эксплорер от меня. Не забывайте ставить лайки. Переходите в описание к видео, всегда много полезной информации, ссылок, да, и на наушники, на обзоры и на просто полезные материалы. Еще раз спасибо и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok